Вести Карачаева Черкесия Вести Карачаева Черкесия успешно прошли проверку готовности к началу летнего купального сезона. По итогам весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности Карачаева Черкесия поднялась на 17 место в стране. Золотому шитью искусств плетения гобелена обучат на мастер-классах, которые пройдут в Карачаево Черкесии. Далее об этих и других темах подробнее. Казим Шаманов Карачаева Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСААФ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы, а именно тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки, а также правила радиационной, химической и биологической защиты. Об этом расскажет министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. В центре будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаево-Черкесии Рашидом Борисовичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаево-Черкесской республики 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаево-Черкесской республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаево-Черкесской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. Карачаево-Черкесия вошла в число 21 региона победителей первого этапа конкурса на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие внутреннего туризма. Так, туристическая отрасль республики получит господдержку от правительства в размере более 342 миллионов рублей. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Региональный конкурс на получение грантов для предпринимателей туротрасли в ближайшее время будет объявлен Министерством туризма и курортов республики. В центре «Мой бизнес» Черкеска сегодня пройдет круглый стол об антикризисных мерах государственной поддержки бизнеса с участием предпринимателей и представителей корпораций малого и среднего предпринимательства. Перед предпринимателями Карачаева-Черкесии выступят старший советник генерального директора корпорации МСП Виталий Машков и представители органов власти республики. Общероссийский народный фронт и региональный центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» создали в социальной сети ВКонтакте интернет-площадку «Ярмарка-09», которая призвана помочь предпринимателям и жителям Карачаева-Черкесии в продаже и покупке услуг и товаров. Каждый желающий может оставить заявку на странице сообщества и совершенно бесплатно продвигать с ее помощью свой товар. Об этом рассказала глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева. Возникла идея сделать площадку для тех, кто живет в КЧР, чтобы мы могли найти друг друга. Те, кто ищет продукт некий, эксклюзивный, и те, кто производит эти продукты. Прежде всего, это именно для тех, кто потерялся из старых, будем говорить, соцсетей. И так как наиболее развивающейся, наверное, площадкой сейчас является ВКонтакте, очень многие люди зарегистрировались заново, либо вернулись в эту соцсеть, было решено сделать эту площадку именно ВКонтакте. Нашлись активисты, люди, которые нас поддержали, СММщики, СЕО, продвигающие этот продукт. И они готовы, в общем-то, тоже помочь с точки зрения рекламы, таргетинга и так далее. Объем введенного жилищного строительства в Карачаево-Черкесии за прошлый год составил 235 тысяч квадратных метров, при плановом показателе 229 тысяч квадратных метров. В том числе 5 многоквартирных домов площадью более 19 тысяч квадратных метров и 1323 индивидуальных жилых дома площадью 215 тысяч квадратных метров, что на 2,7% превысило плановый показатель и на 84% превысило общий ввод жилья за 2020 год. Это рекордный показатель по республике за весь постсоветский период. На базе Центра «Мой бизнес» организована горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщил начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Министерством экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших обстоятельствах, а также сообщить о проверках контрольно-надзорных органов. Задача горячей линии – это предоставление информации и помощь в разъяснении предпринимателям их прав. Также для предпринимателей Карачаева Черкесия открыты двери Центра «Мой бизнес» по адресу город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы Центра – будни с 9 до 18.00. В республике запустили мобилизационный партийный проект «Жители МКД», в рамках которого региональная партия «Единая Россия» будет предметно помогать и решать проблемы жителей многоквартирных домов. Его реализацию в Карачаево-Черкесии обсудили на состоявшемся совещании с участием депутатов парламента республики и Думы Черкеска, представители Министерства строительства и ЖКХ, а также мэрии Черкеска и управления Госжилнадзора. 12 пляжей Карачаево-Черкесии успешно прошли проверку готовности к началу летнего купального сезона. Проверка проводилась на основании предоставленных заявлений деклараций собственниками пляжей в соответствии с новым порядком по эксплуатации пляжей, утвержденным приказом МЧС России. Сотрудники госинспекции по маломерным судам проверяли пляжи по ряду критериев, призванных обеспечить безопасность людей в зонах купания. В настоящее время проверяется готовность еще трех пляжей, один из которых на курорте Дамбай и два в Тиберде. Кроме того, сотрудники МЧС проверили объекты экстремального туризма на реке Большой Зеленчук, где осуществляется сплав по горной реке. Мониторинг предоставления туристических услуг проведут на курортах Карачаева-Черкесии. При выявлении нарушений законодательства жители могут быть привлечены к ответственности. Как отметил министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев, в республике предоставляются разнообразные туристические услуги, в числе которых авто, мотоэкскурсии, прокат автомобилей и квадроциклов, конный прокат, а также аттракционы. Вместе с тем некоторые лица, предоставляющие данные услуги, не всегда действуют в рамках законодательства. Глава региона Рашид Борисович Темрезов уделяет особое внимание предоставлению и качеству предоставления туристических услуг на территории. И самое важное – это аспект безопасности предоставления этих услуг. Ввиду чего мы буквально недавно совместно с заинтересованными органами, как и власти нашей, так и правоохранительных органов, мы создали комиссию, был выезд на территорию поселка Архыс, проводили мониторинг, так сказать, предоставления этих услуг. Дело в том, что здесь нужно основной упор делать на систематизацию и правильное оказание услуг. Турист, обращающийся любой другой человек, он должен получать правильную услугу. Это должно подкрепляться договором, страховкой, всеми атрибутами безопасности. И вот буквально скажу, недавно у нас в первом чтении принят закон об автомототуризме, который предполагает прохождение на автомототранспортных средств на специально отведенных туристических маршрутах, которые будут соответствовать требованиям безопасности. Это будут маршруты паспортизированные. В принципе, мы сейчас активно этой работой занимаемся. Тогда свои плоды, значит, это правильное оказание услуг, это систематизация оказания услуг. В Тибердене средства Ростуризма планируют создать новый туристический район Джамагат. В случае победы в грантовом конкурсе администрация Карачаевского городского округа получит средства на реализацию проекта. Более подробно о проекте Джамагат расскажет его менеджер Николай Рыжков. Проект родился внезапно, практически за несколько дней. Суть этого проекта, чтобы Карачаево-Черкесия получила себе точку притяжения как туристов, так и местного населения. Площадь проекта будет составлять 99 гектар, то есть достаточно большой объект. Мы прошли предварительное уже согласование с Министерством туризма. Набрали нужное количество баллов. Из 100 городов вышло по предварительной заявке 38 городов. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов начались работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Эшкакон в Малакарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. В Малакарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Эшкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений, проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны, существующие откосы дам сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. Кроме того, в Карачаево-Черкесии продолжается работа по капитальному ремонту еще трех берегоукрепительных сооружений. Это дамбы на левом и правом берегу реки Тиберда в городе Карачаевске и на правом берегу реки Малый Зеленчуг в ауле Адыгихабль. В августе текущего года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Нарт-Черкеска». На западной и восточной части объекта будут установлены трибуны вместимостью 8960 мест. Предусмотрена административная пристройка. Над западной трибуной будет навес из легких стальных конструкций. Заменят также покрытие беговых дорожек и футбольного поля. В подтрибунном пространстве западной трибуны планируется расположить универсальные спортивные залы с душевыми, санузлами и раздевалками. Будут конференц-зал, буфет, комментаторская кабина и административные помещения. В Черкесии активными темпами ведется подготовка к отопительному сезону. В первую очередь коммунальные службы занялись капитальным ремонтом сетей теплоснабжения. Помимо ремонта и замены труб они готовят к будущей зиме и котельные. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети» Вячеслав Оверченков. На сегодняшний день на данном участке от пересечения улицы Комсомольская до улицы Первомайская 27 уже практически завершены земляные работы в рамках капитального ремонта сетей теплоснабжения. Характеристика тепловых сетей на данном участке – это теплотрасса диаметром 426 мм, общая протяженность 195 погонных метров. Еще в рамках капитального ремонта мы планируем заменить два участка тепловых сетей. Это от пересечения улицы Октябрьская-Леонова до пересечения с улицей Грибоедова 127 погонных метров, теплотрассы диаметром 273 мм. И от пересечения улицы Леонова-Грибоедова в сторону многоквартирного жилого дома номер 25А по улице Грибоедова, теплотрасса диаметром 325 мм, общая протяженность 97 метров. В этом году общая протяженность подлежащей замене составляет 419 метров. В данном случае, на данном участке земляные работы не составили особого труда, поскольку пересечений с инженерными коммуникациями минимальное количество. Работал большой экскаватор, а сама замена труб в части сварных стыков, просветка стыков, поскольку это магистральные тепловые сети, это трудоемко и затраты. По итогам весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности Карачаево-Черкесия поднялась на 17 место в стране. Для сравнения, в 2021 году республика была на 22 месте. В мероприятии приняли участие 77% школ Карачаево-Черкесии. Это на 20% больше, чем весенней сессии 2021 года. Шитью и искусству плетения гобелена обучат на мастер-классах, которые пройдут в Карачаево-Черкесии. С 15 по 18 июня в Государственном республиканском историко-культурном музее-заповеднике имени Марии Бочуровой состоится мероприятие, посвященное столетию образования Адыгеи и Году культурного наследия народов России. На выставке посетители смогут не только ознакомиться, но и приобрести различные изделия. Пельмени, мороженое и куриное карачка без документов везли в Карачаево-Черкесскую республику из Краснодарского края. Комментирует информацию заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Руссельхознадзора Аюб Каблахов. В мае 2022 года в Северокавказском межрегиональном управлении Руссельхознадзора поступили материалы из МВД России по отранницкому району Краснодарского края о незаконном ввозе продукции животного происхождения в Карачаево-Черкесскую республику. Установлено, что житель республики перевозил в грузовом автомобиле молочную продукцию, мороженое, пельмени, урина-окорочка и фаршированный болгарский перец без необходимых ветеринарно-сопроводных документов, в том числе в электронном виде, который отображается в системе Меркурий и характеризирует территориальное и видовое происхождение продукции, а также ветеринарно-санитарное состояние хозяйства, откуда была она вывезена. Управлением Руссельхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Операторы горячей линии Карачаево-Черкесского отделения Пенсионного фонда России с начала года помогли 24 тысячам граждан, комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. За пять месяцев 2022 года специалисты горячей линии отделения Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии помогли получить ответы на вопросы, связанные с пенсионным обеспечением и мерами социальной поддержки более чем 24,5 тысячам жителей Карачаева-Черкесии. Чаще всего граждан интересовали темы назначения индексации пенсии, социальных выплат на детей, получения материнского капитала. В топ самых частых обращений граждан вошли такие вопросы, как срок выплаты пенсии, результат рассмотрения заявления на ежемесячные пособия, оформления справок и документов, использования электронных сервисов Пенсионного фонда. Жители Карачаева-Черкесии стали активнее пользоваться услугами горячей линии. Каждый может получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки по телефону 8 800 600 0291. Режим работы понедельник-пятница с 8 до 17 часов. Получить консультацию жителей региона также могут, написав обращение через онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь-гроза. В отдельных районах сильный дождь, гроза в сочетании с градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха до 27 градусов, в горах местами 13-18 градусов. В южных районах местами высокая пожароопасность, четвертый класс. В Черкесии кратковременно дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 27 градусов. Радио России. Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Обществу с ограниченной ответственностью Вулкан требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.